Здесь вопросы, которые поставлены, значит, по поводу экономики и всего остального. Ну, во-первых, вызовов внешних я не вижу, извините, да, работая в Бельгии, Чехии, Болгарии и Китае. Значит, я, в общем, неплохо владею информацией, там работаю 9 лет, значит, всем, в общем-то, мы фиолетовы, скажу прямо. Поэтому, если отключить первую кнопку ТВ и изъять из нее ключевые 4 новости, то нам хохлы мешают, то нам еще кто-то не мешает, то и новостей не будет. А 4 нокаутирующих удар нанесены исключительно нашими экономическими властями. Это эмбарго преступное, которое введено конкретно под передел рынка, конкретными абсолютно присосавшимися к государственным чиновникам, компаниям, привело к отсутствию конкуренции и росту цен. Это запретительные и запредельные ставки кредитования, это нам не Обама их сделал. Это такой же указ об уничтожении продуктов, которые, непонятно, там, 4 гусей давят тракторами и далее по списку. Это, безусловно, налог Рутенберга, который прекрасен в своей самой логике. Потому что вопрос не в сумме, а в том, что уже мы трижды берем с логистической составляющей деньги. То есть у нас есть отдельно акциз, у нас есть отдельно дорожный налог, а теперь мы еще замечательный отдельный налог вводим. До этого, напомню, если кто забыл, точно так же помимо транспордеров вводили регистраторы на автомобиле. И тоже почему-то не понимали, для чего это делать, но тоже штрафовали, и логистика подросла. Поэтому все эти удары, они нанесены искусственно, искусственно нашими. Тут очень хочется сказать, что, когда идет речь о том, что нужно ли менять экономический курс, очень хочется задать вопрос, кому. Просто я хочу увидеть этого человека, потому что 25 лет в российском бизнесе. В целом, когда я общаюсь с государственными чиновниками о воле и судеб, я вынужден с ними общаться. У них все хорошо, у них все отлично. И поэтому замечательно, конечно, послушать очередной посыл куда-то вдаль, я его слушаю там очередной раз, а после этого приезжаешь, приезжает тебе налоговый инспектор, да, и проверяет компании, даже которые, собственно говоря, не подлежат проверке. И я напоминаю, что если кто это забыл, кто-то, кто в реальном бизнесе работает, то два года назад была такая ситуация, когда проверяли компании, даже три года не отработавших, с формулировкой следующей. Три миллиона в акт, полтора нам, и придумайте, что в акт писать. И это было по массово и далее по списку. Точно такая же история, собственно говоря, с тем, когда идет разговор о том, что предпринимателей не надо закрывать до суда. Да, два года назад эту историю, что называется, по всем каналам просвистели. Тогда было закрыто три с половиной тысячи предпринимателей. Прошло два года, шесть сто. Поэтому хочется уже, знаете, у меня, по-моему, такая обратная, по крайней мере, у меня зависимость, да, чем меньше о нас заботится, тем похоже мы больше на свободе. И, по крайней мере, меньше закрывается. Напомню, те, кто забыли, значит, за последние три года с российского рынка ушло 56 крупных сетей различных, различного направления, одежных, там, диайвайных. Я уж не говорю про количество закрытых заводов, в том числе и иностранных. Поэтому, конечно, то, что мы там все в огне и в войне, это, конечно, классно, но со стороны выглядит это ужасно. Потому что, еще раз говорю, когда вот волей судеб я вынужден работать там в том же Китае, ну, как Китай относится к нам, ну, неплохо было бы читать прессу на национальных, как говорится, языках. Поэтому не надо сравнивать тринадцатую экономику мира и первую экономику мира, это все равно, что вы будете сейчас дружить с третиклассником. Почему-то как-то к вам будут относиться весьма так к неким шизофреническим таким аспектам. Поэтому Китай для нас всего лишь очень тяжелый, я подчеркну это слово, тяжелейший партнер и очень, скажем так, под большим вопросом, партнер ли он нам. Ну, а да я уж не говорю, как мы умудрились поссориться с Европой. Вот, поэтому, еще раз говорю, вот основная проблематика, она не в том, что там написать новую программу. К сожалению, чиновники ко всем этим программам относятся очень конкретно. Если эта программа затрагивает его ведомство конкретно, то она встает в штыки. Если она затрагивает чужое ведомство, с которым он в контрах, то эта программа принимается на ура. И поэтому диалог бизнеса и власти происходит последние 20 лет, как диалог мясника с коровой, ласково заглядывая в глаза и держа нож под горлом. С вопросом, а что у нас сегодня, говядина или молоко. Поэтому очень хочется, чтобы наконец-то о нас забыли, как забыли в свое время в 90-х. Бандиты 90-х, конечно, были сволочами резкими, но надо сказать, налоговый, таможенный и АБЭП, я боюсь, что существенно хуже. У меня все, спасибо. Дмитрий Владимирович, если позволите, несколько вопросов. Очень понравилась динамика вашего пламенного выступления. И я понимаю, что, наверное, вы не знакомы с тем, как те же самые украинцы вместе с немцами цивилизованными разорвали контракты и прекратили поставку газотурбинного оборудования. Я не из Украины, я из России. Можно я задам вопрос, а вы ответите, хорошо? Да, конечно. То же самое, как цивилизованная ДМГ Морисеки перестала поставлять станки в наш гражданский сектор. Это как бы понятно. Я думаю, что подменять понятие ответственности проверяющих за нарушение закона, прокурорских, АБЭПовцев и прочих, наверное, нужно. Но давайте мы не будем говорить о белоснежном российском бизнесе, который не нарушает законы. И каждые три года открывать новую компанию для того, чтобы не попадать под проверки, это не самая мудреная схема. И я более чем уверен, что... Вы меня сейчас хотите... Простите, извините, что я вас перебиваю. Вы можете дальше не продолжать. Мы практически просто... Вы поймите правильно. 25 лет я в каждый кабинет приходишь, и весь диалог он именно так. Нам лечат, нас лечат, как нам вести бизнес. А я и, простите, веду бизнес 9 лет за рубежом. Я вам просто приведу простой пример. У меня проверок ноль. Слово ноль вообще. За этот год у меня 25 проверок. У нас 30, чтобы вы знали, 36 контролирующих органов, 600 подзаконных актов. За рубежом, чтобы открыть один и тот же бизнес, и здесь, и там, издержки в 4 раза меньше. И количество кодексов, там всего 3 кодекса. И почувствуете разницу. Мне нравится ваш пафос, вне всякого сомнения. Я просто хотел до конца сформулировать вопрос. Хотя, если бы вы действительно на зарубежных рынках работали, вы бы увидели, как в цивилизованной Швейцарии, цивилизованные швейцарские банкиры находят причины не отдавать те деньги, которые размещают... Я 9 лет там работаю, извините. Под различными предлогами. Я 9 лет там работаю. А я возглавляю комиссию по противодействию коррупционных... Я не знаю комиссию, я 9 лет там работаю, простите. И проблем там не меньше. Мне просто хотелось бы... Это вам так кажется? Вот когда вы будете своими деньгами, руками делать, а не комиссию возглавлять, знаете, разница есть свечку держать и руками работать. Я думаю, что... Последняя ремарка, да, Константин Анатольевич? Я думаю, что... Мне понятна разочарованность нашей оппозиции, когда дальнобойщики не вышли под политические лозунги, пытаясь решить экономические проблемы. Вы меня в оппозицию не вписываете, это раз. Когда мы называем законы, которые работают во всех странах мира под сбору большегрузов... Да, трижды! Европа это не вызывает вопросов. Трижды! В Белоруссии не вызывает вопросов. Подождите, трижды еще раз, я еще задаю конкретный вопрос. Трижды транспортный налог в топливе и еще налог Ротенберга. Вы уж как-то определитесь, чтобы с этой овцы брать одну шкуру. И проблема только в этом. Если вы под конкретную контору перепиливаете всю экономику, мы это знаем. Все, все, все. Так, уважаемые коллеги.